Губернатор Приморья Олег Кожемяка и глава города Константин Шестаков вручили ключи от новых квартир 16 участникам программы переселения из аварийного жилищного фонда, а также детям-сиротам. Конечно, это большая комплексная работа, которая проводилась и фондом реформирования ЖКХ, те, кто финансирует эту программу Министерством строительства Российской Федерации, нашим Министерством строительства, городом, который соделался для того, чтобы был выделен участок, для того, чтобы были подведены все необходимые инженерные сети, было дано разрешение на строительство, прокуратура, которая контролировалась тем, чтобы не было никаких нарушений. Квартиры для участников программ выделили в новом трехэтажном доме по адресу улица Глинки, 26. Здание располагается в одном из самых востребованных районов города. В пешей доступности от дома располагаются два детских сада, средняя общеобразовательная школа, городская больница и детская поликлиника. На протяжении всех лет моей жизни это был один из самых востребованных районов для строительства своего собственного жилья, своего собственного дома, потому что здесь уникальный микроклимат. Здесь всегда погода гораздо лучше, чем в центральной части нашего города. Если вы выезжаешь сюда, здесь всегда солнце. Как только ты переезжаешь Некрасовский путепровод, там тучи и туман, а здесь всегда хорошо. По информации Краевого министерства строительства, чтобы переселить приморцев из аварийного жилищного фонда на период 2019-2023 годов, предусмотрено почти 7 миллиардов рублей. На сегодняшний день реселили уже 1169 семей. До конца текущего года планируется улучшить жилищные условия и предоставить новые квартиры еще 85 семьям. Анна Дьякова, Новости на Восьмом.